Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри и учись, с вами Миша Егор. Сегодня у нас Лина, Медовая Лина. Давненько мы этого персонажа не записывали. Если несложно, напишите, пожалуйста, любой комментарий, поставьте лайк. Опять же, герои не популярны, плюс давно не записывали. Риск для просмотров, но прям хочется Лину глянуть. Особенно с таким интересным билдом, с особенно настолько показательной игрой развалочной в его исполнении. Собственно, будем смотреть. Очень большой ранг. Крис Лак играет на Лине. Вот. Будем посмотреть, как говорится. Научимся играть на 7-37 линии. Всем приятного просмотра. Всем привет. Мид против Эмбера. Эмбер, думаю, очень доволен против Лины стоять. На первый уровень у Лины очень слабый сейчас. Раньше оброжденкой была ее пассивка. И она приходила на линию, по сути, с двумя скиллами. Сейчас картина гораздо хуже. Время от времени можно увидеть, как Лина качает второй скилл. Вторым скиллом сейчас можно продлевать себе пассивку, но вторым скиллом... А, ты гораздо дольше будешь набивать 7 эффектов. Первым легко проехаться по 4-м крипам, еще и по герою сверху. Станом так не получится в подавляющем большинстве ситуаций. Ну и первый скилл в использовании гораздо проще, так что в основном брошники, даже против милишников в Миде, качают первый. Ужасный был старт по крипстату на первой пачке, но вот он собирался билл левел 2. И в Ж10-3 КС. Чувствует себя великолепно, что не скажешь про Эмбера. Еще такое ощущение, что он как будто в полуальтабе, как будто его отвлекают, да? Время от времени так замирает. Да, да, реально, как будто то ли в стиме кому-то пишут, то ли альта боится. Трех крипов из-за этого сейчас пропустил, там 2 милика и рейндж. На самом деле это критично. Слушай, что у него с крипстатом? Только что у него как будто не очень было все по крипам. Я думал, он ниже Эмбера, однако у него 12 с хитов, в 2 раза больше, чем Эмбера. Как так вообще вышло? Уже есть ботл? Прекрасно получается ситуация. За рефили сейчас ботл, взяв фронку. Есть еще и кларетка. Ману восстановить. Что-то как-то слишком хорошо остается пока что. Главное, чтобы не сбил фистами эту кларетку. Но вроде как добрый на Эмбере не спешит. Рано сбивать кларетку бессмысленно. О, точнее, когда половина кларетки выпито, сбивать ее бессмысленно, потому что ты на фист потратишь больше маны, а потом еще фиста на важный ласхит не будет. А так, по КСу. Даже отмечу, что у него с первой пачки был один крип. Сейчас какой-то сумасшедший крипстат. И по раскачке к третьему уровню 1-1-1. Ситуативно там стан прокачал. Эмбера прогрел. Так, время от времени можно увидеть, как Лина играет вообще с Макшным третьим. Несмотря на то, что сейчас все играют агонимную Лину. Берут не красный магический аспект, а оранжевый, казалось бы, физический. Который дает число эффектов озарения, с которым очень хорошо Линдерит кликает. Но даже для колдунской Лины вот эти эффекты озарения очень хороши для связки с Шардом. Потому что пассивка уронспособности тоже разгоняет. И опять же, несмотря на то, что играют агоним Линза, очень многие, почти все. Все равно прокачка не первый-второй, как раньше. А очень часто можно увидеть Макшную пассивку, причем Макшную до первого. А вы знали, что ДК Хук дает плюс 90% к винрейту? Не верите? Тогда убедитесь сами на эпиках. ДК Хук выдается людям, которые прошли 60 уровней боевого пропуска. Боевой пропуск можно получить бесплатно по нашей ссылке. А выполняя простые задания, там также выдают Арканы каждые 15 уровней. Также есть новый режим Завод Шмота, где можно построить собственную фабрику. Суть проста. В один клик открыл свое производство, получил 500 шестеренок на раскрутку. Вложенные шерстерни улучшают завод. А это значит, что улучшаются и шмотки, которые он генерирует каждые 3 часа. Ссылочка на бесплатный БП в закрепе, а вместе с ней Промикс на плюс 15%. Удачи! Заказал себе уже сапожок. Также вард заранее. На будущее желтый себе купил. Стоит, конечно, мега комфортно. Два раза крипстата больше. Парез вам все плюс-минус приятно. Первый F3. Уже скоро будет ультимейт. Может даже по дульту осилит этого эмбера. Кто знает. Так, или это будет, кстати, магическая Алина. Сейчас конкретно в миде только она магическая играет. По ощущениям. Единственная Алина, у кого я видел на просцени. Нет, это вот Маурин катал на Алине. Точно помню. Возможно, еще кто-то играл на Magic Leaning. Опять же, сейчас неплохо. Герой может заходить в каких-нибудь морфов. Потому что она шота, это просто морфа. В ТБ, того же самого. Препежка Майк раз ТБ есть. То, что, ну, такие герои. Герои тонкие. Достаточно, можно их убить просто. За проказ. Ну, чисто с лагуна даже. Против таких вот вовкачей. Ну, кстати, как раз. Только я про ТБ вспомнил. Он этого загангал. Удачно. Фрак ему тоже достался. Вообще замечательно. Купил себе две кларетки. И смог. Сам себе купил. Из интересного. Недавно пытался играть на линию. Подглядел за брошниками. Две очень интересные вещи нашел. На линию. Такая ситуация недавно произошла. Когда он первым скиллом не попал по Эмберу. Потому что пытался задуть. Так, чтобы не задеть ранжевика. И иногда на пятом уровне. Некоторые лины оставляют. Первый скил двойку. Один из вариантов билдов. Это на четвертом уровне. Первый в два. Бассивка в два. И на пятом качают стан. Очень интересный подход. По армежу неплохо. В этой ситуации. Не возникает еще один момент. Крайне редко на линии смешатся с тиками. Потому что урона у героя ноль. Руками. При этом настолько великолепную тычку с пассивкой. Нужно как-то разыгрывать. Нолики или ранние фблейд. Очень с этим помогают. Ну и фблейд кстати популярный свой потерял. Я раньше был адептом нуликов. Потому что нулики ему на пул дают. Но купить себе коготь пораньше. Да бывает очень приятно. Пошла обычка. Жаль об сервере нет. Так я думаю. Можно было бы попробовать даже с ддшкой. Хотя бы на базу его отправить. Чтобы он без тпшки играл. И готовы огроменные стаки. С дд закачает их моментально. Еще и нейтралка. Нейтралок в первом тире для Лины миллиард хороших. Любая нейтралка на хп будет хороша. Лины герои очень тонкие. Любая нейтралка на ману. Перчатки дуэлянта хороши. Спарк хорош. И разумеется лопата. Вне конкуренции. Если играешь с батлом. Интересная лагуна залетела чисто. Размять. Чтоб не расслаблялся. Как ниша. Когда у этого. Лагуна нажал фаржа. И что-то подобное. Блин. Ну с маной конечно беда. Приходится регулярно кларетки таскать. Без активок вообще бы было печально. Даже с двумя нуликами было бы. Непросто. А тут эти нулики. Нейтралку еще и на ману взял. Все равно прям тяжело. Так. Бежит под хостой. Хорошая драка. Простифки. Нужно мне будет. Ну под хостой тут легко прям. Плюс 5 уровень у ТВ. Величайший кел. Так 2000 галты полагаю трава первым этому нам. Довольно-таки комфортный айтем на линии. Моу спит всегда почти максимальный. Плюс можешь туда-сюда на базу бегать или филить себя ману. Да ладно, пощупил, кстати. Еще и больше дальше пошел. Но ведь не получится. Как бы его тут. Как бы он тут не намотался. Причем он даже клик не стал нажимать. Очень не заморачивается. Уверен в себе. Чем может ТП на базу выдавить просто. А не вопаджио. Эмбер сейчас может вернуться. Это нам видно, что Эмбер сейчас не на базе. Не стал возвращаться. Нужен даже так. Так, и что-то купил. Что это же трава, по идее? Да. Трава. Потому и не спешит на базу. На линии, кстати, с травелами. Всегда очень сложно понять, как действовать. С одной стороны, Лина. Это плюс 1000 дэмэджа файт за полторы секунды. В любой. Поэтому хочется, чтобы травола были не в КД. Поэтому, когда тебя пробили, нужно сделать тэп-аут. И возвращаться к фарму пешком. Таким образом травола быстрее отладить. Прикольная у него тут позиция. Из кустиков настрелял. Есть фэрифайер. Может быть выживет. Не хватило дэмэджа благодаря Ферику. ТП на базу попытка. Вижена нету противника. Замечательно. На то и никого максимально разрулил. Ну как. Выжил максимум, так сказать, из ситуации. Я был уверен, что это нападение на демоны закончится плохо для Лины. А демон при этом выживет. Но нет. Сверхразум. По итогу ДБ нажала ульта, они еще и убили эмбера, и при этом выжил тускар на каких-то вообще краполях. Я к теме травола вернусь, но с другой стороны, когда ты делаешь тэп-аут, ты пока регенишься, теряешь все свои пассивки и бежишь фармить с муспидом 200. И это всегда очень противно. При этом если пробежать на базу, то бежишь на пассивках, потом тп-шся. Очень хорошая позиция, есть ультимейт. Эмбер приоценил себя в моменте. Файты 5 на 5, когда в пиках ТБ и Химик. Это что-то, что год назад мы бы не увидели. И возвращаясь к теме травола в последний раз, с аганимом становится гораздо комфортнее. С аганимом ты спокойно делаешь тэп-аут, регенишься, на базе нажимаешь аганимный скилл, который дает тебе максимум пассива. И бежишь заниматься своими делами, если вдруг начнется какая-то активность на карте. Аганимного скилла очень маленький кд. Этот билд травола аганим. Безумно комфортный. Успел собрать. Руны навязаны ли не очень хорошо, бывает. А есть ли шанс, что мы посмотрим не на аганим? Потому что он мог себе уже давным-давно купить стафф или поинт-бустер. До сих пор ничего не купил. Аганимного скилла хватило дамажа здесь. Там пищи из-за жанра не взвела. Но у команды отвратительная позиция, то есть это такой сена, на самом деле, даже размен. Один в три просто добавки у тб. И еще досталось не линия. Но из-за лесов химик мертвый, а из-за фармит. Массачки пока что-то химико догонит скоро. Плюс миллион ресурсов от таска. Очень приятно. Стан по-двоему шикарный. Выдричливый эмбер. Ай, хорошо, еще и демона убьют. Первый скилл у него в КД. И вышечку. Или демона отпустят? Нет, не должны. Бизаж. Четыре секунды КД на своей кнопке. Ну и на его кнопке. Да, красиво. Но все-таки огоним. Не стал подразить маленькими кусочками. Сразу взял все, что продается на базе. Талант берут сейчас на слейв. С одной стороны, талант выглядит совсем неинтересно. В ранней стадии у тебя нет просто-напросто столько маны, чтобы спамить эти слейва. В поздней стадии, ну зачем тебе эта кнопка на 300 демеджа? Ну а на деле, благодаря шарду, благодаря аганимному скиллу, первый скил наносит 600 демеджа. И за время аганима можно нажать его два раза без каких-либо проблем. Зачастую даже три. Ты нажал аганимный, сразу же скинул первый. Особенно учитывая, что Акторин хорошо сидит, что, несмотря на то, что делились и шматки на кулан редакшн, Аркендроны все еще в игре есть. Нейтральный шматки. Мне поначалу показалось, что он занимает очень осторожную позицию. Стоит на кастринжа первого. Только потом я осознал произошедшее. И дальше в кикбе сразу шарт. Шарт с этим аспектом подогоним. Выглядит 100% обязательным. 20, по-моему, демеджа для способности, да, 20 за каждый из эффектов. Под ультой. Это будет вплоть до 12 эффектов. Аганимчики. Подрежусь с двшку. Позиция такая, пока что. Надо выдерживать максимально позицию. У противников еще, кстати, vision замечательный стоит. Все видят. Да, вот этот раз. Благодаря этому vision подловили. Сейчас Лину. Но тут выкрутил все хорошо. Сейчас Регенку собьют. Ну, точнее, не собьют. Замедлит ее. Замедлилась Рега. Вообще, нихера я додемона. Это смерть. У них ИСРчик есть. ИСРчик за место вообще не приходил. И вообще его даже не заметил, что присутствует такой в игре. Ну, Торс Рабочего. У него, кстати, 10 тысяч почти. Как у Химика. Возвращаемся после паузы плюс-посыл респавна. После скипетра Ишарда. Кикбай линза. Линза сама по себе очень хороша на магической линии. Вот еще и линза грейдится нынче. Батериал. За Этериал Линза в пулпрокаст выбивает там броню 3800 хп что ли. Ой-ой-ой, какой же фраг сочный. Заплатили так еще прилично. Плюс экспы много. Нитравка на кастренш. Это вообще вкуснятина. Просто с миллионной рейнджи он сейчас все еще и этот купит линзу. Плюс нейтралка. Там капец. Опасная история. Так. Вроде умер. Таков нет, но есть агонимный скилл. Ой, он пошел на ДВ-шку. Блин. Возможно, если бы вкус не наступил. А, кстати, ДВ ульту не нажала. С ультой ДВ он бы выживал. Не факт, как будто бы постовок он наступил в кусты под бедлам. Да, вот там хорошо жил, оба подхилили, он бы пережил, мне кажется, спокойно. Может быть, может быть. Ульта в 2 плюс на ДВ. Да не, я выживал, я уверен. Кстати, ДВ будет сюда не могу играть. Так, а вот и файл с эфм. Первый после лейнинга. Ясэп в этом замесе умирает. Из-за женщины из тигля за визажа платит очень много. Это запоротящий визаж, но у него аспект. Который дает очень много бабок. Лина с линзой, кстати, может нажимать все три своих способности, не выходя из мака. Но стан, конечно, там на самом-самом краешке. А, стоп-ульту не может. Она, простите. Это я с кем-то Лину спутал. Но с линзой плюс нейтралкой. Возможно, может. Нет, ты же фринзой нейтралка не может. Ульту. Забавная ситуация, как они вдвоем. Одну линию пофармеля. Еще и знаменосца по итогу рейнджевик добил. Пошла компа. Да, благополучно имбрисносит. Мега кайфовые кильчики подлетать стали ему. И на 15-м есть очень крутой талант на урон от стана. За стан. А с шардом шотаешь лейновую пачку. За первый скилл не шотаешь. Поэтому лучше фармить станом. Но если нажать огонимный скилл, то первого скила хватает. Для того, чтобы пачка все слетела. Кроме знаменосца. Кроме знаменосца. Мана маловато смаковаться. Еще огонь мне переложил. Кровечка за работой. И с вагнем переложил. Кстати, сейчас было бы очень много мана. А я и не попал тут с таном. Смака вышел. Блин. Как будто из раунда этой иллюзии пошел. Хотя... Да ладно. Красиво вышло. Убили трех героев уже. По сути. Только визажик погиб. Так, вообще замечательно. 3000 голды есть. Че, как будто побил даку надо... Я шукаю, если честно. Ну, либо просто каю хотя бы, что-то поманить туго. А я бы хотел предложить лотару любви. Но я уже мне уже больно смотреть на то, как все время приходится под клареткой бегать. Упакаю хотя бы бахнуть. Плюс я шакая. Быстрее кнопки будут нажиматься. Вроде прикольно звучит. Маджик я шакаю. Очень часто покупают. Если там нет обязательства. Взять себе Хекс. Ну, на немудрено. По поводу Сильгра, кстати, очень важный момент. Что Лину под Сильвером замедлить практически невозможно. Если... Ой, купил, извиняюсь, но Яшу не стал брать. Если Лина под максимумом пассивок и аганимум нажимает Сильвер, то даже замедленная. Она... Очень часто бежит 550. Еще игнорируя все препятствия. Если она при этом подозрением от альтимейта, то замедлить ее еще сложнее. И у Сильвера окошко 3 секунды. Комбинация Сильвера и Кторина позволяет Лине бесконечно бегать в инвизи. Также даже колдунский Лина покупает Сильвер, но этим более герой продолжает развиваться. Даже с таким билдом. Здесь, по-моему, в момент, когда ты озвучивал покупку Кая, у него на Яшу не хватало немножко денег. Жестоимость изменили. Там вроде бы было 1050 у него. Не, там... Ты сейчас два кастря у него было, там, подожжать чуть-чуть. Ой, не 1102... Извините, не 1050, а 2050, а пытался сказать. Читая, хватало. Стоит 200. Че там подождать, блин, 50 говды. В момент, видимо, что-то другое хочется. Ну да, да. Честь такая вся взяла, чтобы попроще с маной было, пока не стал грейдить. Ну, тоже хорошо все. Но главное, что Кая купил. Кая это счастье. В таком билдоке без маны. Кая очень сильно выручает. Даже с Кая, на самом деле, Витя. Тяжеловато идет. Пошел в Акторинчик покупать. Акторин тоже манерген даст. 26 в манергену, не дурно. Монопол 2, 2400. Демона мощно будет за две кнопки сблить. Да, и не попал первым. Есть контринициация, хорошая. Поднесем контринициация, но вы поняли, что я имел в виду. Стоит в кустарнике, но в кустарнике все еще может бить. Как будто бы пришло время БКБ-шки. Слоты заканчиваются. БКБ Этериал еще напоминаю, можно нажать на себя одновременно. И быть неуязвимым. Для большинства героев. Но здесь, правда, не сработает. Демон задиспелит Этериал. В течение здесь может не сработать демон задиспелит Этериал. Даже в БКБ-шку. Это не кажется, что это закидочное немножко от Крислака. Полететь на вражеский Вижен. Куда СФ под базой врага. Но пришел, хотя бы какой-то размин устроил. Правда, пришла ДВ-шка и кажется, что все будет плохо. Намотался все-таки. Симайд. Жестко. Еще и этот выжил ТВ. На еле-еле чё. И такое бывает. БКБ очень нужно. Ну и вот в БКБ шкаф кикбай. Хим, кстати, таким бедненьким выглядит. Это очень частая ситуация, когда на Химкин 25 минуте бегаешь. Радик, блин, БКБ. Но в идеале это закуп на восемнадцатую. БКБ резко. Комбинация Минштойера БКБ у противников. Е-контроля под прибавил естественно ландер к виллу. И виллу шардовая, но это мой же Витера. Резко БКБ шечка после такого файта неудачного. О, подвел химика. Соляра. За три кнопки убил. Недурно. Опять же с нейтралкой на Кастренж. С Линзой. Он даже, видите, третий тир себе целенаправленно не берет. Потому что эта нейтралка, она больше дает Кастренжи, чем нейтралка в третьем тире. Плюс она еще манареген дает. Единственное, минус... Минус пятнадцать процентов от максимальной маны. Но это не критично, на самом-то деле. Пофиг. Главное, что Кастренжи огроменный. Так, скоро, кстати, двадцать пятый будет. Сто двадцать пять процентов от урона вагу на бой становится барьером и атака наносит сто процентов к крит урона жертвам заклинаний. Ну, что-то такое, сюда, оба таланта. А, на самом деле, оба таланта хороши. Ну, даже с таким билдоком. Ну, будет на вагон убрать по-любому. Не факт. Ну, а нафига ему на этот... На физ талант. Ну, ладно, сссм, да ему не надо. Ну, так, что... Лина иногда очень хорошая прибавочка. Ух, пи-моё. Физическому дэмэджу и самое главное крошинку. Как же шикарно, двух сапиков застанил. Моментально с брюх и пошел в бот толкать. Не, почему хотелось на барьер душнить, то что это развеиваемый барьер. Там, демон. Очередной раз улетел на вижен, когда эсэф на вражеской базе. Ладно, этот раз команда отходит. Но, как лучше, да не помог здесь им. Какое крутое начало файта от Таск. Он, возможно, даже выйти сможет. Ничто нет над демона. Демон жив, самое главное. Там пайп плюс глимер. Миллиард барьера. Слеза доджет от Орел не получилось. И вот-вот откатится лагуна. Можно даже под фонтан ломануться, в принципе. Мейдж слэйера на нем нет сейчас. Спермиш слэйер на нем есть. Можно я Тарел на себя нажать. Убить не получилось, но весело. Я талантно барьер все-таки взял. Помощь бы. А вот и помощь подоспела. Есть от Орел? Не получится. Маны нет на три кнопки. Теперь есть на мебель же отрегенился. А нафиг, просто лагуна залетела. Смертельная. Мангусики пошел закупать. И благодаря тебе манга убил химика. БКБ еще взялся. Ну, наверное, вряд ли его нажмется. Лопнул опять. Что-то демонам. А, ну, слушай, возможно, так и нажмет БКБ. Да, БКБ все-таки реализовал. Шарикова даже взяли. Ой, неудачная камбана. Ладно, я верил, откатился. Не сыгрались тут, но... Ну, пофиг. Этериум застрелил. Ульты там не было у ТБ. Вторые три класса заградим по прикому. Раз уж деньги есть, почему бы и нет. Теперь я шакаю. Все-таки сваты закончились. Глядя-то сваты. Глядя-то сваты. Глядя-то сваты. Вместо аганима. Я по-прежнему пытаюсь продать Сигр. Чувствую, это мы не узнаем. Потому что Рошан живой. Пятенеки без грифа. Я шукаю себе докупил. Ай, какой же вкусный вишен у них. ТБ приехал. Что он, кстати, запутался в кнопках. Растерялся, да, на линию. Причем теперь такой огромный, на линию. Из этих каст таймов полжизни. Даже с яшейкой можно запутаться. Вообще, идеальный прокаст, если позволяют, это сначала этериал, потом ульта, первый, второй, первый. Но если нам приходится начинать со станом, потом давать этериал. Поэтому ультимейт, это первый. Отыгрался все-таки на этом ТБ. Подстанем так же ДВ-шку. Попал по эмберу. И будем с ним прощаться. И все-таки блин будет не лотар. Блин, кто же шматка очень хорошая. И тоже сектари нам круто синергирует. А еще и Слинзой, кстати, в отличие от Сильвера. Ай. Солмался трончик все-таки, не успел фрагов поднабить. Никого там с первого скила, кстати, не хватало бы дэмэджа. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки и мир вам.